Мы посетили нашу самую оживленную улицу Советскую, где в день празднования рождения города проходило большое количество мероприятий. Экскурсии, концертные программы музыкальных коллективов, спортивные состязания и всевозможные развлекательные конкурсы, собравшие берестейцы вместе. Закономерен вопрос, какие впечатления оставило торжественное событие у Брещан? Да, очень понравился нам день города. Мы посещали концерт, который был на Грибном канале, на салюте. Салют просто восхитительный. Была экскурсия по городу, просто восхитительная. А еще мы побывали на открытии Алми, тоже в честь Дня города. Там был руки вверх организован концерт. Салют, класс, все здорово. Организация Дня города просто замечательная, нам очень все понравилось. Город красивый, чистый, светлый, все прекрасно. Мы живем на Ковалевке, у нас на Грибном канале всегда праздник. В этом году был концерт. Нам нравится. Каждый год проходит у нас это мероприятие, День города. Нам очень нравится, потому что, когда мы приходим на Советскую улицу, она вся такая праздничная, вся в шариках. В этом году нам очень понравился фейерверк. В 11 часов был ночью. Вот уже стемнело, очень красивая была композиция. Мы приходим целыми семьями сюда посмотреть. А самое главное, с погодой как повезло. Да, была очень хорошая погода. Подарок от нашего города оказался поистине запоминающимся и ярким. Положительные эмоции и настоящий изолит позитив – повод поддерживать добрую традицию массовых гуляний и проведение праздничных мероприятий. Конечно, обречание будет по-прежнему и с нетерпением ожидать нового торжества, которое состоится уже в будущем году. Но каких еще сюрпризов они бы хотели? Побольше таких знаменитых групп, чтобы хотя бы хоть одну какую-то, может быть, Минскую пригласили бы для молодежи. Вообще-то, в принципе, группы есть. А для такого возраста после 50-ти, как мы, как наши семьи, хотелось бы послушать что-нибудь такое интересное. Шансон, может быть, из этого репертуара. Или дискотеку 80-х. Хотелось бы, чтобы звезд больше приехало к нам с концертом. Московских. Чего не хватает? Ну, я думаю, что площадок для мам с детьми. Потому что они в таких злачных местах сидят, где, может быть, какие-то специальные аниматоры, чтобы больше где-то, например, на улице Советской, какие-нибудь игрушки объемные, например, чтобы играли с детьми. Вот мне кажется, что такого бы не помешало. Позади один из самых главных праздников Брестейщины – День города. Только лучшие впечатления он оставил в этом году. Приятно удивила организация праздника. Постарались и участники мероприятий. Будем надеяться, что добрая и легкая атмосфера дня еще не раз соберет жителей Бреста и гостей города. София Бережная, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.